В сегодняшнем видео мы с вами разберем, как выполняется бросок с подщелкиванием, он же двойной бросок. Ну, начнем с введения. Из чего он состоит? Кратко, да, я подтягиваю шайбу к себе, осуществляю подщелкивание. Собственно говоря, можно было бы на этом видео заканчивать, если бы, да, не точечные нюансы. А именно, подтягивание шайбы мы можем выполнить как носочком сбоку от себя, да, как и при классическом броске, да, разгон шайбы, впоследствии у нас идет уже подщелкивание. Также мы можем отсюда подтянуть шайбу и следом бросить с неудобной. Впрочем, как вам удобно, но чаще всего в игре встречается подтягивание шайбы сбоку от себя. Хорошо, следующим движением сразу у нас идет, это подщелкивание. Подщелкивание – это удар влет до шайбы, одновременно в рычаг. Рычаг, мы с вами, в принципе, знаете уже, да, что это такое, когда верхняя рука подтягивает, тянет клюшку на себя, нижняя рука давит, напротив давит. И как раз таки вот этот бросок нужно натренировать, чтобы можно было и рычаг применять уже в самом подщелкивании. А именно, что здесь следует подчеркнуть? Момент выхода рук, да, то есть верхняя рука успевает у нас, если мы обязательно тренируемся бросать, верхнюю руку выводим, полностью выпрямляем в локте вперед. А следом уже выполняем подщелкивание в рычаг, да, нижняя рука у меня бьет, давит, верхняя тянет на себя. Хорошо, это разобрали. Про резкость я сказал уже, да, что обязательно это должно быть резко. Так же, как и в классическом броске, у нас крюк закрыт. Да, максимум он может у нас остаться ровным, потому что, ну, сами понимаете, если я ударю вот так, что получится, какой бросок. Шайба, дай бог, там докатится, долетит до ворот, может, еле-еле. Поэтому это важный момент, да, верхняя кисть закрывает крюк, нижняя сжимает клюшку, да. И здесь у нас идет уже как раз рычаг, резкое движение. И вот мы с вами уже подобрались к раскручиванию шайбы. Раскручивание шайбы осуществляется путем попадания крюка в лед, как я говорил, и в шайбу, да. То есть мы так же, как мы обычно раскручиваем в классическом броске шайбу где-то весь путь, где-то ближе к концу уже, да, броска. Здесь мы успеваем это сделать в момент удара. Раскрутить. Понимаете, да? То есть я бью и раскручиваю одновременно. Хорошо, мы раскрутили. Дальше следует сказать, вообще в первую очередь бы следовало сказать, что... А где тогда прицел? Что у нас служит прицелом здесь, да? Если в классическом броске у нас это закрытие крюка, именно мысок, да, куда мы направили туда шайба и полетела. Здесь вообще прицел меняется. И прицелом становится у нас верхняя рука. Куда верхняя кисть у меня направляет шайбу, куда я верхнюю кисть направляю, туда шайба и полетит. Есть нюансы, есть нюансы, согласен. Классический бросок, он сам по себе более точный. Почему? Потому что здесь у нас с вами и перекат, и скручивание корпуса, и подбивки у нас здесь нет никакой, да, подщелкивания. Поэтому у нас здесь очень хорошо нарабатывается точность. Ну и в броске с подщелкиванием тоже можно наработать такую же точность, да, опираясь на прицел в виде верхней руки. Обязательно выпрямляется в локте. Все это в подщелкивание, в раскручивание. И здесь мы с вами добрались уже до вариации броска. Давайте покажем. Хорошо. Часто встречающийся бросок, когда мы подтягиваем шайбу просто сбоку от себя, двигаемся на двух коньках и осуществляем бросок. И второй раз еще. Есть. Хорошо. Второй вариант. Когда мы просто разгоняем шайбу, когда мы ее отводим чуть-чуть назад. И также подщелкиваем, просто добавляем к этой части классическому броску подщелкивание. Так. Хорошо. Также в игре есть и такой вариант. Подтянул к себе. Нанес бросок. Это можно упростить, сделав просто шаг к шайбе навстречу. Кстати, о подводящие упражнения еще же у нас впереди. Следом. Тоже интересно. Двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Открыл крюк, убрал. И без подготовки сразу по ней попал сходу. Нанес бросок. Также можно выполнять с передачи, но это уже больше про бросок сходу. Это мы тоже все разберем. Теперь про ноги. С какой ноги я могу осуществить бросок? В игре разные ситуации бывают. Я могу и с левой ноги бросить, и с правой ноги. Главное уметь и так, и так, и так, и иметь какой-то свой особый бросок, который вам нравится больше всего, который залетает чаще всего. Поэтому это у нас с правой ноги. Это у нас с левой ноги. В принципе, и все. Ноги-то две у нас, правильно? Теперь подводящее упражнение. И первое подводящее упражнение, думаю, все уже догадались, это у нас рычаг. Для этого нам нужна штанга. И искусственный лед для начала. Очень даже неплохо. Становлюсь. Могу боком встать, да? Для начала. Тоже здорово. Лицом. И начинаем продавливать, да? Осуществлять рычаг уже. Нижняя рука давит, верхняя тянет. Но! Здесь есть тонкий момент. Какой? А именно, штанга у нас здесь служит упором, чтобы клюшка у нас не уехала. Поэтому. А давление уже осуществляем. Налет в основном. Ищем такую середину в этом. Не просто я давлю, прогибаю, да? А не просто проверяю, да? Флекс-клюшки. А как раз-таки уже как можно ближе к броску. Крюк закрыт. Крюк не выворачиваем. Надавливаем. С этой ноги пробуем. С этой задержаться там, да? Опять же, рука с прямого локтя тянет к себе. Эта рука наоборот старается продавить. Также можно и с согнутых рук в прямые. Здесь получается, в принципе, то же самое. Тот же процесс, потому что есть упор. И осуществляется тот же рычаг. Следующее подводящее упражнение. От рычага мы уже переходим с вами к раскручиванию шайбы. То есть я делаю рычаг. Сейчас без удара пока что. Рычаг также, руки от себя. И раскручиваю. Наношу бросок по вороту. Покажу вариации, да? Так, с этой ноги, да? Боком. С этого боку такие броски тоже есть. Впрочем, в разных вариациях. Но лучше, конечно, для начала вот все это лицом к воротам. С правой ноги, с левой ноги. Далее у нас уже следует подщелкивание, рычаг, раскручивание. Рычаг, раскручивание, подщелкивание. Теперь мы это все с вами соединяем. Это уже координация. Координация движения идет. И заключительное упражнение на сегодня у нас. Мы теперь нарабатываем резкость. Мы поняли, как делается рычаг. Как раскручивается шайба. Куда мы бьем, как мы бьем. Кисти, кстати, закрываем в этот момент еще. Клюшку нижней рукой сжимаем. Рука вперед выходит. Хорошо, теперь мы с вами уже перешли к резкости. То есть сейчас мы по нарастающей с вами будем осуществлять уже сам бросок. По нарастающей резкости. Начинаю спокойно. И начинаю ускоряться. Как-то так. Ну вот мы с вами и разобрали те важные моменты. Немногие. Да, и там еще много мелочей различных. Но вот наработав вот это, уже можно скомпоновать какой-то фундамент для броска с подщелкиванием. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами был ваш тренер Ильяс. Всем пока.